Я сейчас нахожусь на Демидовской площади, рядом с памятником. Это училище, а это богодельня, а вон там сереброфлавильный завод. Это не игра в любимую видеоигру, а урок краеведения. Пока такие технологии доступны только ученикам технопарка Кванториум. Но вскоре, благодаря реализации нацпроекта образования, прогуляться по улицам краевой столицы сможет каждый школьник. Кстати, шлемы виртуальной реальности в этом году должен получить Рубцовский лицей. По словам педагогов, такие ноу-хау значительно повышают уровень образования. Технологии дополненной виртуальной реальности, когда ребенок сам может погружаться, изучать материал при сопровождении учителя, но изнутри уже увидеть строение человека, решать какие-то проблемы по географии, именно с помощью цифровых технологий, это, конечно, наше обзвучение. Помимо цифровых инноваций, в нацпроект входит ряд других направлений. Учитель будущего, успех каждого ребенка, молодые профессионалы. Всего 9 проектов, которые должны реализовать субъекты России, в том числе и наш край, в течение 6 ближайших лет. Основные направления касаются, естественно, подготовки преподавателей, учителей, педагогов, стимулирования их дальнейшего профессионального роста, выявления и совершенствования подготовки одаренных наших детей и прочих направлений. По словам властей и педагогов, Алтайский край готов к реализации федерального проекта. В образовательных учреждениях края уже сформировалась хорошая цифровая база. Школы оснащены электронными журналами и есть все возможности для дистанционного обучения. Правда, наряду с технической модернизацией остаются нерешенными насущные проблемы. Кадровый дефицит, низкий уровень зарплат педагогов. А ведь без решения этих вопросов, говорят педагоги, вывести уровень отечественного образования на лидирующие позиции в мире невозможно. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.